здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы начинаем курс лекции по дисциплине дорожные машины входящие модуль коммунальные дорожные землеройные машины характеристика транспортного комплекса охрана труда для студентов образовательной программы транспорт техника и технологии вектор и он доцента кафедра транспортная техника и логистические системы доктор и и джун узбеклова жанара жмашевна по трудоемкости дисциплин для студентов очной формы обучения в 7 семестре предусмотрено количество кредитов по данной дисциплине 5 для лекции выделено 30 часов практические занятия 15 часов по данному курсу лабораторные занятия не предусмотрены необходимо совместно с дентам выполнить курсовую работу форма отчетности экзамен также для самостоятельной работы студентов и преподавателя выделено 15 часов для средств 85 часов и того 150 часов 50 часов это по трудоемкости дисциплины лекция 1 общие сведения о дисциплине общая классификация машин изучаемых в курсе план лекции общие сведения и основные определения по автомобильным дорогам классификация машин изучаемых в курсе на данном слайде данный дан список литературы которые понадобятся для изучения данного курса по данной дисциплине по дорожным машинам очень много книг экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта транспорт играет огромную роль в экономике страны является составной частью экономики а для транспорта важнейшую роль играют дороги в любой стране дороги были и остаются важным показателем экономики как говорится плохи дороги плохи дела в экономике стоимость проблемы без дорожья для государства можно определить как общую сумму потерь и упущенные выгоды связанных с недостаточным развитием автодорожной сети и ее техническим состоянием транспортная система играет одну из важнейших ролей в развитии экономики и социальной жизни транспортная система годами с годами становится все обширнее и обширнее открывая новые горизонты развития страны и ее благополучия но конечно же для достижения дальнейших целей увеличение потока машин в стране требуются хорошие качественные дороги для данной лекции и для курса основные определения по автомобильным дорогам были взяты из стандарта 2025-2017 из официального издания изданные комитетом технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию республики казахстан то есть гос стандарт данный стандарт был введен 1 января 2019 года в соответствии с приказом председателя комитета технического регулирования метрологии министерства по инвестициям и развития республики казахстан давайте остановимся на остальных а на основных определениях что такое дорога на автомобильная дорога это комплекс инженерных сооружений предназначенных для движения автомобилей обеспечивающий непрерывное безопасное движение автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями нагрузками габаритами а также участки земель предоставленные для размещения этого комплекса и воздушное пространство над ними в пределах установленного габарита автомобильные дороги подразделяются на следующие виды автомобильные дороги общего пользования хозяйственные автомобильные дороги улицы городов и населенных пунктов в свою очередь автомобильные дороги общего пользования это автомобильные дороги доступ на которые для физических и юридических лиц не ограничен в свою очередь автомобильные дороги подразделяются на автомобильные дороги международного, республиканского и местного значения автомобильные дороги международного значения это автомобильные дороги соединяющие столицы соседних государств а также входящие в соответствие с межгосударственными соглашениями международную сеть автомобильных дорог автомобильные дороги республиканского значения это автомобильные дороги обеспечивающие транспортное сообщение между соседними государствами крупными административными культурными и экономическими центрами республики а также автомобильные дороги имеющие оборонное значение третий вид автомобильных дорог это автомобильные дороги местного значения это автомобильные дороги соединяющие административные центры республики с административными центрами районов сельскими населенными пунктами а также районные центры с дорогами республиканского значения за исключением дорог международного и республиканского значения классы автомобильных дорог автомобильные дороги по их потребительским свойствам и условиям доступа на них транспортных средств делят на следующие классы это автомобильные магистрали дороги для скоростного движения то есть скоростные дороги частично скоростные дороги и обычные дороги к автомобильным магистралям относят автомобильные дороги предназначенные для безопасного и бесперебойного движения транспортных потоков большой интенсивности с высокими скоростями как правило на дальние расстояния доступ на которые отдельным видом транспортных средств пешеходам и велосипедистам запрещен и приняты меры по предотвращению попадания на дорогу диких и домашних животных в этих целях автомобильные магистрали должны отвечать следующим требованиям какие требования это наличие не менее двух полос движения на проезжей части каждого направления движения наличие распределительной полосы между проезжими частями стречных направлений движения или размещение проезжей части на самостоятельном для каждого направления движения земляном полотне. Следующее требование – это отсутствие пересечения в одном уровне с другими транспортными коммуникациями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также на традиционных путях миграции диких животных и прогона домашнего скота. Следующее требование – это обеспечение доступа на автомобильную дорогу через пересечения и примыкания в разных уровнях. Запрещение нахождения на автомобильной дороге велосипедистов, мопедов, тракторов и самоходных машин, также пешеходов и отдельных видов транспортных средств, технические характеристики или состояния которых создают помехи за исключением случаев выполнения работ, связанных с ремонтом дороги или чрезвычайными ситуациями. Следующее требование, предъявляемое к автомобильным магистральным – это ограничение доступа на дорогу автомобилей, осуществляющих перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов. Ограничение частоты размещения, пересечения и примыкания в разных уровнях, через которые осуществляется доступ на автомобильную дорогу. Вот эти требования предъявляют к автомобильным магистралям. Следующая дорога – это скоростная дорога, то есть скоростная дорога – это дорога для скоростного движения автомобилей, доступная для въезда только через развязки и на которой остановка или стоянка на проезжей части запрещена. Скоростным дорогам предъявляют следующие требования. К автомобильным дорогам для скоростного движения относят дороги, на которые возможен доступ через отдельные примыкания в одном уровне без пересечения транспортных потоков прямого направления. При условии в соответствии с другим требованиями, которые предъявляют к автомобильным магистралям. К частично скоростным автомобильным дорогам относят автомобильные дороги, предназначенные для пропуска транспортных потоков большой и средней интенсивности по проезжей части. И не менее чем двумя полосами движения, на которых между встречными направлениями движения допускается отсутствие разделительной полосы. Отсутствуют пересечения в одном уровне с железными дорогами и трамвайными путями. И доступ на которую возможен с пересечениями и примыканиями в разных и одном уровнях. Это по частично скоростным автомобильным дорогам. Четвертая дорога – это дорога обычная дорога. К ним относят автомобильные дороги, предназначенные для пропуска транспортных потоков средней и малой интенсивности по проезжей части с не более чем двумя полосами движения. При отсутствии разделительной полосы между встречными направлениями движения доступ на которые возможен с пересечения и примыканиями в разных и одном уровнях. Это все, что касается обычной дороги. Дальше. Автомобильные дороги разделяют на категории. Вновь проектируемые в зависимости от величины расчетной интенсивности движения транспортных средств. Категория позволяет обеспечить соответствующие потребительские свойства дороги. Путем предъявления определенных технических требований. Каких требований? Параметром геометрических элементов плана продольного и поперечного профиля дороги. К типу пересечения дороги с другими транспортными и иными коммуникациями. К условиям доступа на автомобильную дорогу. К выбору технических средств организации дорожного движения. А также к условиям эксплуатации дороги. На слайде показана таблица классификация автомобильных дорог общего пользования. Таблица состоит из 8 столбцов. В первом столбце отображается класс автомобильной дороги. Это автомобильная магистраль, скоростная дорога, частичная скоростная дорога и дорога обычная. Второй столбец показывает категорию автомобильной дороги. Третий столбец показывает информацию по расчетной интенсивности движения автомобилей за сутки. Числитель – это физические единицы, знаменатель, приведенное к легковому автомобилю в значение. Четвертый столбец – это общее количество полос движения. Сколько должно быть полос для каждой категории автомобильной дороги. Пятый столбец показывает наличие разделительной центральной разделительной полосы. Шестые и седьмые столбцы показывают пересечения с другими транспортными коммуникациями. Это автомобильные дороги, велосипедные и пешеходные дорожки, железные дороги и трамвайные пути. Последний столбец показывает доступ на дорогу с промыканием в одном уровне. По стандарту автомобильные дороги делят на пять категории. Из них первая и вторая категории внутри еще делятся на А, Б, В и на А, Б. Автомобильная магистраль относится к первой А категории, имеет два и более в каждом направлении полосы. Наличие разделительной полосы, как мы уже рассматривали выше, должно быть обязательно. Имеется пересечение с другими транспортными коммуникациями в разных уровнях, допускается доступ без пересечения прямого направления и движения. Так, для каждого класса автомобильной дороги в данной таблице можно узнать информацию, относящую каждые дороги. Сеть автомобильных дорог общего пользования включает более 96 тысяч километров, многие из которых нуждаются в реконструкции и в ремонте. Через Казахстан проходят пять международных автомобильных маршрутов общей протяженностью 23 тысяч километра. Какие эти магистрали мы сейчас с вами рассмотрим? Это следующие магистрали. Алматы-Нурсултан-Костанай, трасса М-36 с выходом на Челябинск. Алматы-Петропавловск с выходом на Омск. Алматы-Семей-Павлодар, трасса М-38 с выходом на Омск. Алматы-Шымкент, трасса А-2 с выходом на Ташкент. Шымкент-Ахтубе-Уральск, трасса М-32 с выходом на Самару. Это автомобильные направления магистрали по Республике Казахстан. Помимо класса и категории, все автомобильные дороги общего пользования Республики Казахстан должны иметь наименование и индекс. В наименовании автомобильные дороги входит название начального и конечного населенных пунктов, а при необходимости промежуточных пунктов. Индекс автомобильные дороги состоит из букв латинского алфавита и группы цифр. Это по индексации автомобильные дороги. Например, наименование, начальный пункт это Алматы, конечный пункт это у нас будет Челябинск. Промежуточные города, Нур-Султан, Костанай. Трасса индексируется как М-36. Давайте остановимся по основным определениям касательно машин. Для обеспечения качественной дороги, для того, чтобы своевременно содержать эти дороги и для ремонта применяют дорожные машины. Дорожные машины предназначены для выполнения работ, связанных с добычей, переработкой, приготовлением, укладкой дорожно-строительных материалов, ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Дорожная машина представляет собой агрегат или несколько агрегатов, оборудованных одним или несколькими рабочими органами для выполнения одной или нескольких операций технологического процесса дорожного или другого строительства и дальнейшей эксплуатации, коммуникации в соответствии с производственными требованиями при минимальных затратах. По данному курсу мы будем рассматривать следующие классификации машин, которые применяют для строительства, для содержания и ремонта автомобильных дорог. Давайте рассмотрим эти машины, каждую машину по отдельности. Машины и оборудование для добычи нерудных материалов. Перфораторы, станки для бурения, бурильно-крановые машины. В этой группе машин мы рассматриваем машины, которые применяются для добычи нерудных материалов. Для строительства автомобильных дорог необходимо использовать строительные материалы для того, чтобы получить качественную автомобильную дорогу. Для этого, для добычи строительных материалов применяют станки для бурения бурильной машины, бурильно-крановые машины и перфораторы. Перфораторы применяют для того, чтобы пробурить шпуры. В эти шпуры потом в дальнейшем устанавливают взрывчатые вещества и взрывают в открытых карьерах. Путем взрывания добывают соответствующие каменные материалы. Станки, в свою очередь, тоже делятся на виды. Это мы по отдельности рассмотрим в следующей лекции. Вторая классификация машин. Это машины и оборудование, комплексы для дробления, измельчения, помола, каменных материалов. Это у нас для того, чтобы пробуренный, добытый материал, мы необходимо получить, то есть необходимо раздробить до требуемых размеров. Для этого мы используем различные комплексы, машины и оборудование и получаем соответствующий требуемый размер. К ним относятся это дробилки. Дробилки, в свою очередь, подразделяются на некоторые виды. Это щековые дробилки, конусные дробилки, волковые дробилки, молотковые дробилки, роторные дробилки. Для того, чтобы получить материал размером меньше 5 мм, то есть для допорошкообразного состояния, применяются мельницы. Следующая группа машин – это машины и оборудование для сортировки и обогащения материалов. Раздробленный, то есть измельченный материал для строительства автомобильных дорог, для того, чтобы отсортировать карты по размерам, применяются грохоты. Грохоты – машины, которые называются грохотами. Грохоты, они, в свою очередь, тоже по конструкции подразделяют на колоцниковые, решетчатые и так далее. Они применяются для того, чтобы получить, то есть отсортировать по размерам каждую, то есть строительный материал. Это тоже мы будем рассматривать на дальнейших занятиях. Следующая группа машин – это грунтосмесительные машины, ножевые смесители, машины с дисковым оборудованием. Далее будем рассматривать машины и оборудование для работы с битумом. Битум – это природный материал, является основным составляющим асфальтобетона. В свою очередь, автомобильные дороги в Казахстане строятся, бывают асфальтобетонными покрытиями и цементобетонными покрытиями. При асфальтобетонных покрытиях основным составляющим является битум. Какими машинами и как осуществляется хранение этого материала будем рассматривать. И будем рассматривать машины, которые применяются для транспортирования и для распределения битумных материалов, в частности автокутрозаторы. Машины и оборудование для приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. Классификацию этих машин – битумные заводы, машины для транспортирования битумной смеси мы будем рассматривать в шестой лекции. Машины и автоматизированные комплексы для строительства дорожных покрытий. Далее будем рассматривать асфальтоукладчики, конструкцию асфальтоукладчиков, классификацию асфальтоукладчиков. Также по курсу дорожные машины предусмотрена группа машин для уплотнения дорожно-строительных смесей. Рассмотрим машины для летнего содержания автомобильных дорог, для зимнего содержания автомобильных дорог и машины для ремонта автомобильных дорог. Сейчас остановимся на основных определениях, которые будут использоваться по курсу данной лекции. Это такие понятия, как дорожные работы, это работы, которые выполняются при строительстве, реконструкции и ремонте и содержании автомобильных дорог. Эти основные определения тоже взяты из стандарта, госстандарта, из официального источника. Такое понятие, как строительство автомобильной дороги, это комплекс технологических, инфраструктурных и управленческих процессов по сооружению автомобильной дороги. Далее, реконструкция автомобильной дороги, это комплекс работ, обеспечивающих повышение транспортно-эксплуатационных качеств, безопасности и удобства движения с переводом автомобильной дороги или отдельного ее участка в более высокую техническую категорию. Далее, капитальный ремонт автомобильной дороги, это комплекс работ по восстановлению или улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик на автомобильной дороге без изменения существующей технической категории. Также есть такое понятие, как содержание автомобильной дороги, это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Все эти понятия будут использованы при изучении курса «Дорожные машины». Это все, что касается сегодняшней первой лекции. По данному курсу даны вопросы по лекции для СРС. Первый вопрос. Что из себя представляют дорожные машины? Второй вопрос. Опишите существующие дорожные машины. Третий вопрос. Какие направления есть в эксплуатации дорожных машин? Четвертый вопрос. Опишите эти направления. На этом все. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.